Известен своим нелегким нравом, как я уже рассказывала. Так вот, по поводу канцела. Даже если он проигрывает линию, очень часто он погибает один на один в некоторых случаях. Я прям этот момент уже несколько раз отмечала. Но все равно он очень быстро фармит и старается держаться в топе по фарму. Очень много от этого зависит. Так что, в принципе, может он показать нам хорошую игру. Ну что же, и по поводу пика инвокера. На самом деле, аналитики этому очень сильно удивлялись. Хотя лично мне этот персонаж всегда, наверное, будет нравиться. Уж слишком он силен в лейте. А сейчас лейт и 25-й левел, особенно у инвокера, наступает очень быстро. Но благодаря, конечно, Мидасу, которую собирают практически все этого персонажа. В принципе, это понятное дело, почему слишком уж много он дает ему. И самое главное для инвокера, это даже там не вещи, а именно тот самый левел, который ему необходим. Просто очень многие думали, что с тем моментом, когда сферы перестали давать статы, соответственно, инвокер стал очень хиленьким. Но, по-моему, на 20-м левеле, когда выбираешь талант, там как раз есть неплохой талант для этого, чтобы дело это хотя бы чуть-чуть подфиксить, плюс 7 ко всем атрибутам. Так что, в принципе, дожить бы, правда, до этого левела. Ну и пик команды Big Boys. Очень мобильный. У нас будет Ember Spirit, который явно постарается собрать себе в начале тревела. Ну, кстати, вариантов там, в принципе, несколько. Но последние игры, что я смотрела, особенно на профессиональной сцене, Ember Spirit старались как можно быстрее этот артефакт вынести, а дальше их закупорировался от ситуации. Zero Plate и Visp. Вот это гораздо более интересная связочка. Во-первых, это говорит нам о том, что будут пытаться пушить, будут пытаться как можно раньше заходить на HG, что означает, что по доте надо сейчас взять какой-то пик, который, в принципе, может это дело дефить. Инвокер, конечно, для дефа подходит очень даже неплохо. Винга в кэри, вау. Ну, ладно, про это мы сейчас чуть-чуть попозже поговорим. Так вот, инвокер подходит для дефа очень здорово. Мне, кстати, интересно, отметьте, что в последнее время инвокеры на 25-м левеле, где вначале все говорили, что все мы будем брать бласт и так далее, это определенно лучший спелл, стали выбирать минус кулдаун к витутрам. И на самом деле там в какой-то момент с акторином у тебя просто минимальный кулдаун витров, и, соответственно, крипы к базе не подходят. Мне кажется, в какой-то момент, если у него как-то будет хороший левел, возможно, он возьмет как раз именно этот талант. Ну что же, и добирают себя кукверка на ласт пик команды Синг-Синга. Как раз нужен был инициатор, который, в принципе, может спровоцировать замес, начать его, а туда уже прилетает висп с террорблейдом, эмберспирит на травулах, также очень мобильный, мы этот момент уже с вами отмечали, ну и пошло-поехало. Для инициации пик у команды Big Boys очень неплохой, но стоит отметить, что у Продоты, в принципе, теоретически есть, чем это дело контрить. Во-первых, есть Кентавр, который будет стараться давать стампины для того, чтобы могли убежать от релокейта, от кулакверка так просто не убежишь, там нужно что-то делать с его когами и так далее. Есть вот Винга, в принципе, но в данном случае Винга-Кэрри, что мы как раз с вами и хотели обсудить по поводу Винги-Кэрри. Это очень важный момент на самом деле, потому что статистика Винги-Кэрри в последнее время очень низкая. С чем это связано, я, в принципе, не знаю, может с сложностью исполнения этого пика, потому что если ты берешь Вингу в Кэрри, ты должен успеть закончить, ну, до минуты, например, 35-й. И это уже, чем раньше ты начнешь ломать стороны, тем лучше. То есть это и пуш-потенциал, но кроме Винги, тут для пуша, ну, инвокер с фуржами тоже, в принципе, подалак, видите, там, да, дэмэджи нормально. А может, кентавр, например, который… Помните стратегии? Я, честно, не помню, какая команда это первая показала, но помню, что это было в какой-то момент очень популярно, когда кентавр был кэрри. Это было еще очень давно, на самом деле. Показывали они давно такую команду? Ну, по-моему, что-то не зашло, что-то пошло не так. Так вот, по поводу кентавра, который собирается в жир, стоит, просто танкует тавр, тавр ему дэмэджи вообще никакого не наносит, ну, а там команда дальше рядом стоит за ним, просто старается как можно быстрее ломать строение. Ну, думаю, в данном случае все, конечно, будет немножко… Это 100% финга кэрри. Тут без вариантов, потому что Чешир уже взял себе кентавра. По линиям, в принципе, все пока более-менее понятно. Хотя, может, захотят обмануть, как вы считаете? Ну, пойти триплой против террор-блейда. Вообще, такой вариант возможен, но я думаю, что не захотят рисковать. Хотя, чем больше ты в начале террор-блейду мешаешь, тем медленнее он начинает ломать твои товара, и, соответственно, у твоих героев и так далее, особенно инвокера, на которого здесь должны играть про дота. В данном случае этот пик нам как раз показывает, что здесь игра будет построена возле этого персонажа, потому что венга – это герой, скажем так, который играет на команду. В какой-то момент, даже вчера у нас была венга Кэрри, она там тоже, ей приходилось свапать, зная, что она 100% умрет, своего мидера, потому что она в данном случае вторая позиция. Ну, всегда говорят, что Кэрри – первая позиция, но по игре это уже далеко не так. Ну и начинаем, отжимается пауза, вардинг пошел, поехал. Сразу обратите внимание, Огрмак в ГВ у нас с маками пошел ставить вардинг, спалится или нет? Да, он спалился, кристалка должна была его видеть. Обратите в вардинг, сейчас посмотрел, знает, где он находится, поставил свой опс, темка тут, буги, ну и сейчас разобьет, соответственно, вражеский обсервер и заработает себе лишние денежки. А может и отдаст своему кэрри или висплу. Висплу было бы, на самом деле, неплохо отдать, потому что так и делают, правильно делают. Висплу надо очень быстро приобрести себе боттл. Вообще, виспа неплохо было бы оставить, даже в некоторых случаях так делать, чтобы висп занимался отводами, чтобы он как-то быстрее себе боттл набрал, а сэмка будет гонять. Сэмке тоже неплохо было бы, там хотя бы один спон крипов увидеть в лесу где-то, так как она у нее с колбой, но надо и гонять. Попускать к террорблейду ни в коем случае нельзя. Вообще, Синксинк очень любит играть на вивере, и я, честно говоря, думала, что они в какой-то момент, в какой-то игре, я уже не помню против кого, но они там чуть ли вивера старались на фп брать. Умеет он на этом персонаже играть, очень много у него игр на нем сыграно, и если вы посмотрите его личные стримы, увидите, что он этого персонажа очень любит. По поводу про доты, давайте сразу по их вардам пройдемся. Сентри, лайнинг, ну и один вард был, погиб, погиб. Кстати, вот как вы относитесь к этой анимации, когда показывают, что видит вард? С одной стороны это очень удобно, да, а с другой стороны вот все-таки немножко подфиксить, как это показано, этот синий цвет немножко напрягает. Ну, и так, секси-бомба на Клокверке. Вообще, я уже говорила по поводу вчера, как раз я ждала, когда ему возьмут Клокверка, потому что играл он на Энигме, играл на Санкинге, и мы отмечали такой, на самом деле, интересный момент, когда за, наверное, 30 минут на Энигме он дал Бэкхол, когда им ломали трон. Ну, это было все. Ну, а второй момент на Санкинге, там также была ситуация, когда эпицентров от него было, ну, крайне мало, когда этого эпицентра не хватало, но, правда, против спектра было. И это то, чего мы все так долго ждали. Это первая игра, первая пропущенная ФБ, по стандарту ничего нового, ничего необычного, все хорошо. Ну, как говорится, комментатор должен начинать свой день, особенно такой длинный, с пропущенного ФБ. Вышел Огарваг в мид вместе с инвокером Эмбра Спирита. На самом деле, честно, я не удивляюсь. Я, когда говорила про пики, когда еще обсуждали мы лайнинг и игроков, я говорила, что канцел на линии стоит не очень хорошо. Он фармит по игре очень здорово, но зачастую именно он отдает ФБ. По-моему, вот из четырех игр, которые я комментировала, в трех именно канцел отдавал Фрест Блад. При том, в двух он отдал его один на один. Здесь потребовалось с помощью Огарвага. Ну, вот, то есть, был у инвокера второй левел, и этого хватило для того, чтобы убить Эмбра Спирита. Хотя у него там Пурмат Шилл, то есть он уже подставился, подставился. Но Огармаг тоже неприятный персонаж. Тем более, это Огармаг с арбом. Ну и сейчас перемещение от КВМа делают второй фраг для команды. Очень легко обошел, подстанил. Здесь, в принципе, очень хорошие дизейблы. Станут в инги. У нас телекинез от Рубика. Ну и, соответственно, минус 2 получается. Отличное начало. Возможно, сейчас, кстати, будет выход на Кентавра. Но он очень плотный, и Чеширский кот готов к этому, потому что у него имеется телепорт. Кто телепорт здесь может избавить? Только Кристал Мейден с Фростбайта. Поэтому ей этот телепорт сбивать нельзя. В смысле, давать Фростбайт сразу. Сейчас она пытается сделать телепорт. Ну и хватит демеджа. Нет, демеджа не хватает. Кентавр у нас улетает. Притом он улетает на Тавр, чтобы просто использовать Шрайн. На самом деле, мог бы исходить на базу. А в это время очень интересный момент. Ну вы понимаете, да? Кто погибает? Конечно же, погибает Эмбер Спирит. Но, тем не менее, фраг уже один сделали. Одна смерть у Клакверка. Когда у Громак вышел, две смерти у Эмбер Спирита, если вы помните. Ну и все. Эмбер, кстати, смог забрать. У нас инвокера, который, видимо, под Тавром до конца дрался. Ну, в такой ситуации он уже неплохо вышел. Сейчас под щитком пошел, пошел. Но тут ветра. И дальше уже, ну, я думаю, все отлично знают. Особенно, кто любит играть на Эмбер Спирите. О том, что Эмбер Спирита контрит своими ветерами. Сразу забивает ему щит. А в это время Огрмак, вездесущий, везде гуляющий, везде убивающий, отправляются на ботом. И делают они минус 2 с Кентавром. Притом на Террор Блэйде и на Виспе. Ладно, Виспе оба отдали, но еще и Террор Блэйда отдать. Это крайне неприятно. Тем более за 4 минуты уже 5 фрагов. Но нападение в миде. Сейчас маны никакой нету. Сюда делается телепорт. Начинает инвокер драться до конца. Приходит сюда Огрмак, Станчик, Чины. Ну и бежать. Бежать. Получилось. Получилось уйти. 2-5 Начало аппаратура в принципе неплохое. Кстати, я вчера комментировала 3 игры их. И мы в нескольких играх как раз так и начались. Они очень неплохо делают начало игры. На самом-то деле они передвигаются по карте просто великолепно. И так, Клакверка забирают у нас на топе. Тут, как я вначале говорила, достаточно большое количество дизейблов. В этот раз уже и Огрмак не понадобилось. Тут у венги 3 уровня Стан. Соответственно, все в принципе неплохо. Что у нас в миде? 2-6. 2-6. Опять же, Продота очень хорошо начинает в начале. Они передвигаются, гангуют, задают себе темп игры. Но потом, когда приходит время, скажем так, важных переворотных таких моментов. Драке на Рошане. Или там пойти вовремя запушить товара. Они как-то чувствуют себя неуверенно. Ну, по крайней мере, у меня такое впечатление сложилось. По тем играм, что у меня получилось комментировать. Нападает Эмбер в миде на инвокера. Однако рядом находились Рубик вместе с Огрмагом. И получилось его убить. Рюмя Кентавр у нас отдается нейтральным крипам. Так обычно уже не делается. Поэтому я немножко удивилась. Но да ладно. Это такой себе момент. Нейтралы не страшно. И в итоге у нас уже у Эмбра Спирита 2-3. Ну, вообще, кстати, для того, чтобы похвалить, наверное, Кенсела, два фрага его команды принадлежат именно ему. Постоянно в миде, то есть, да, ну, помогают как-то инвокеру. То есть, тоже выходят, стараются не дать Эмбра Спириту расформиться. Эмбра Спирита, кстати, уже имеется шестой левел. Немножко опережает его инвокер. Ну, и время перейти на Нетворс. Ну, посмотрите, что по крипам у нас. Первое место пока занимает Терроблэйд. Правда, один раз он погибал, стоит учитывать. Второе место инвокер. Три раза уже убивали Эмбра Спирита. У него там времени для фарма крипов было предостаточно. И смог от Кристал Мэйден идти. Это, скорее всего, смоки для того, чтобы, возможно, вартинг совершить. Либо атака будет у нас. Как варды поставить? А вот и атака. По клаперку. Санстрайк. Приходит Кристал Мэйден. Заморозили Ванжи Фул Спирит. Однако есть там пиды, и ребята из Продота отсюда спокойно уходят. Минус колхвек сделали. Отлично. Вроде бы, ребят, сами хотели атаковать. В СЦМ-ка такая подходит. Думаю, сейчас что-то интересное будет. Потому что у клаперка есть шестой уровень. Соответственно, есть хукшот. И можно попробовать сделать какой-нибудь фраг. А вот предподошел сюда Эмбру. Эмбра шестой левел. Добьют. 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 Неужели не добьют Рубика? А сейчас за это его накажут. Под Санстрайк и Килинг Спирит для инвокера. Вот тебе и лишняя агрессия. И это уже четвертая смерть за 7 минут для мидера команды. Свап от Гартера. Успели уйти? Нет. Заморозилась здесь СМ-ка. Еще один удар. Минус Мэджи Фул Спирит. Надо сейчас и убивать также Клакверка. Клакверка очень... Простите. Огрмага. Огрмаг погибает. Дабл килл для Клакверка. И, наконец-то, наконец-то, какие-то активные, хорошие действия от Бим Бойс. Но, тем не менее, погибает Эмбер Спирит. И погибает он уже, как я говорила, 4 раза. Ну, хотя бы левел у него не такой. 7-й левел. Давайте посмотрим, сравним с инвокером. 8-й. По Нетворцу инвокер находится на первой позиции. Это означает, что Мидас у него уже есть. После Мидаса есть 500 голды. 8-я минута. То есть, по фарму у него все просто превосходно. На второй позиции по Нетворцу находится Сиро Блейд. Его оставили в покое. Всякие активные действия происходят у нас именно на верхней линии. Но, возможно, ненадолго. Так видят Тиро Блейда. Стампиды. Станчик от Огрмага. Прокаст. Ну, и санстрайк от инвокера. Доминейтинг. Еще один фраг для инвокера. Ну, как же удобно, на самом деле, санстрайком делать те самые фраги, когда у тебя большое количество дизейблов. Инвокера тоже просто так брать, когда, особенно через Экзор, когда у тебя будет санстрайк, ну, опасно. То есть на ход давать санстрайк, это все-таки не 100%. Здесь же такое количество виспа, виспа в миде. Приходовали. Сейчас, возможно, будет атака у нас на Эмбер Спирита. Обходит его здесь Гарта. С вапом пока не дотягивается. Хотя... Чины, фисты, фисты, чины полетели. Как будет собираться Винга? Я думаю, во-первых, у него в QAGUI уже показан доминатор. И я думаю, что это был очевидный момент по поводу доминатора. Кто у нас вообще сейчас доминатор собирает практически, как Масс Хэв? Луна, Джаггернаут. Ну, а Винге это еще более необходимый артефакт, потому что Винга сама по себе, как мы отмечали, это именно мидгейм кэри. То есть она командный кэри. Сейчас будет свап. Сейчас будет свап, а хотя просто ЦМку спанули, на ЦМку надо запопы вкусить. Клорк Верклит. Это Суншот, оставит QAGUI неплохие. Салфот Венжер Фолдспирит. Размен Огрмага на Кристалл Мэйтен. С одной стороны здесь Севинга пытается драться с Сиро Блейдом. Сиро Блейдом убивают. Висп хилит, как может, Эмбер Спирита. Однако этого недостаточно. Стратится сам Томпиды и минус Висп. 4 в 1. Отличный замес от Продота. Ну и вот тебе и начало. Начало выиграно. Мидгейм посмотрим, как у них будет в этот раз. Забрать тавер вызывает своего единственного пока что Фордспирита. И первый тавер для команды Продота. Подзаработаю сейчас денег очень неплохо. Летят кла... Летят ракетки от Клакверка. Но у него еще не было хукшота. Соответственно, там инициировать он пока никак не мог. Может у нас что-то на боте. Тоже неплохо было начинать Тиро Блейду забирать тавра. Тиро Блейду был Сандр, да. Просто не успела выгодить. К сожалению. К сожалению для Тиро Блейда. Возможно, сейчас нас ждет какая-то атака, кстати, на боте. И, во-первых, есть ли Релокейт? Релокейт есть. То есть, если что, будет готов нас Висп увозить Тиро Блейду отсюда. И сам, конечно, прилетать и погибать. Вообще, я согласна в чем-то с НСом по поводу... Так, Релокейт на топ. Видят тут Кентавра. Кентавр, станчик неплохой. Станпиды в фулдауне. Пытается дать как можно больше дэмэджа. Просто проказная, что он в любом случае умрет. Но уйти тут не получается. И Тавр достается команде Блейбойс. Висп отсюда улетает. Вот здесь его не встретили. Он выживает. Шестой левел. Находит баунти. Собирает себе урну. Но тут по стандарту говорит, может, Шрайн заюзаем. На самом деле, Висп вряд ли будет Шрайн на себя единственное утратить. Здесь это левел Клокверка. Имеется Хукшот. Давайте тогда попробуем синицировать. Но тут и Тавр, тем более, подкоцанный. И Кентавра не было. Но Кентавр уже резнулся. Все-таки еще 11-100 минут. Все резаются достаточно быстро. Это пока по Тавраму, значит. Два Тавра забирают Продота. И только один забрали Блейбойс. Простите. Смог от команды Продота. Хотят драться. Скан был потрачен. Форсталф. Кстати, сразу же Клокверка себя приобретает. Чтобы быть еще более мамильным. Ракетка цепанули Кристалл Мейден. Кристалл Мейден за Форстафил как вверх. Но он, кстати, выживет. Потому что здесь Шрайн еще есть. Ну и может теперь попробовать самим их синициировать. На самом деле здесь они примерно все. Однако только Террор Блейда нет. Опять же, драться без Террора. Выиграть ему хотя бы время. Но как эта драка пройдет, это уже другой вопрос. Инвокер, конечно, будет делать себе Ганим. Ну, для Даганимы у нас остается 1500 голды, примерно. Чуть меньше. Тавер в Миде хотят забрать. Ну да, почему бы и нет. Тут Тавера всего 400 хп. Тем более, тут также ребята забирают Тавер. Смогой. Гав с Крепом со своим. Так, в Миде будет у нас замес. Цепляют Эбер Спирита, Сан Страйк. Однако его подняли не туда, куда нужно. Точнее, подняли-то подняли, а опустили не совсем туда, куда нужно. Сан Страйк мимо. Там еще под щитком. Так что, наверное, уже не так много было магического. Ну и, соответственно, Тавер заденал у нас Кентавр. Не получилось убить Эмбера, но Тавер заденал. Однако, опять же, перетянулись сюда практически к Пицером. Тоже много ПТПш потратили. Что сейчас надо делать с команде про Дота? Да, чтобы выиграть. Давайте подумаем. Потому что вот это важный момент. Опа. Например, забирать Виспар. Сан Страйк готовится, да. Керинг Спирит для Инвокера. 16-й фраг для команды про Дота. Что надо делать с про Доте? Продолжать в таком-то же темпе. Они стараются максимально использовать свой пик агрессивный. У него, как я уже говорила, большое количество дизейблов. И, соответственно, керри, который в мид-гейме очень плохо бьет даже с руки. Посмотрите, Эмбер ему пока проигрывает. Ну, соответственно, здесь им под минус армором. То есть, это та самая аура. В самом деле, она на Влете тоже очень нехороша. Потому что она в процентном соотношении дает урон. Например, если у Луны аура дает конкретное количество урона, то Венга дает в соотношении с уроном. То есть, в процентах. Это тоже такой момент, который хотелось бы отметить. 8.16. 14-ая минута матча. Время посмотреть графики и айтемы. Начнем с айтемов. Как я говорила, у Клокирка имеется Форс. Яша. Ага. Теперь переходим сразу к замесу. Спанули Угормага. Угормага убивает. Пошли ветра от Инвокера. Ветра, на самом деле, плохие. Эмбер Спирит цепляет его. Но дальше маны не хватает. Подходит сюда Рубик, который украл, кстати, щит. Минус Эмбер Спирит. Минус Виз. Пытается сделать телепорт Кристал Мейден. Сбить не могли. Нечем было. Кстати, Блистики. Но там, походу, не видела. Не видела она его. Не могла дать. Только давно не заметила. Ну так, в итоге замес 2 в 1. Конечно же, плюс для Продота. Во-первых, потому что, ладно, там саппорт. Это такое себе разменная монета. Но опять погибает Эмбе. Притом уже в шестой раз. Ну, на самом деле, тут Канцел, честно говоря, пытается. На мой взгляд, я сейчас смотрю, он неплохо играет. Он пытается как будто успеть за темпом игры, который задает Продота. Но у меня такое чувство, что в своей команде только он пытается успеть за этим темпом. А если так посмотреть, тут Виз может достаточно мобильным быть. Ну, Кристалка, она сама по себе медленная. Но, тем не менее, как Верка, возможно, стоит, более активно, возможно, стоит играть. Как я уже говорила, у них мобильный пик. И стоит это тоже дело использовать. Особенно пытаться кого-то поймать. Террорблейд уходит очень-очень коцанный. На Сандра у него даже не было маны. Но добивать побоялись. Приходит Виз, Квад Фелик. Кокеры здесь контр-инициировались. По 0. Кентавра. Кентавра надо убивать. Однако Кентавр очень плотный, с худом. Попробует и добить эту машину. Пока забрали только Огромага Стамбиду от Кентавра. Новый год от Цемки. Цемки надо сбить. Новый год. Подходит под Шрай. Надо отгиляться. Винга должна прожимать. Пошел Санстрайк. 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 Санстрайк в своем венге. Не то, что я ожидала увидеть. Однако Эмбр Спирит. Куда ты? Зачем? Зачем ты идешь так без щита? Но, на самом деле, это уже минус 3 от Бин Бойс. Размен пока 1 в 3. Ветра. Минус Клак Верк. И в инвиз уходит у нас инвокер. Прилетает Огромаг. Станчик по виспу. И надо его добивать. Однако висп притягивается. Кристал Мейден. Санстрайк. И отлично. Санстрайк Unstoppable от инвокера. Какой здоровский замес. В какой-то момент, опять же, небольшая ошибка от Эмбера. Он как-то вперед пошел. Честно, я не ошибаюсь. У него уже, по-моему, закончился щит. Он так нагло полетел. Может, думал, что успеет. Но не успел. Слишком много урона. А тут еще цепанули Кристал Мейден. Который не успел вовремя сделать телепорт. Ну и вот замес вроде бы закончился. А вроде бы и нет. Был какой-то шанс, на самом деле, у Бин Бойс. Когда они начали, сделали минус 3. А дальше пошли и подфидонили. Стандартная схема. Вовремя не могут остановиться. Это проблема не только вот, скажем так, среднепрофессиональных команд. Но и тир один уровень некоторых матчей. Я думаю, многие такое видели, когда даже не на хайпе, на кураже, более правильное слово в данном случае, на кураже летят, забывают обо всем и все. Но такое очень редко случается на том же Интернешнале. Как я уже говорила, есть просто Дота, а есть Интернешнл. На Интернешнл все очень с его выиграют, берут... Почему говорится? На Интернешнл возвращается такой герой, как Антимаг, такой герой, как Спектра. Ну, вы понимаете, о чем я. Жесткий кэрри, который много фармить, который хороший в лейте, потому что все боятся драться. Все боятся драться. Здесь никто драться не боится. Ингранус активная. 18-ая минута, 12 на 22. То есть фрагов достаточно. На топе. Релокейт. Цепанули в Венжифул Спирит. Усталась она свапом спастись. Но Стампид слишком поздно был. Вот если бы чуть-чуть пораньше, возможно, у нее был бы какой-то шанс. Но в итоге Венжифул Спирит отправляется в Тавену. Стампид был пронюзан впустую. И, возможно, это шанс для Бин Боя что-то сделать. Хм. Ну, нет. Это было не то. Это была бы всего лишь иллюзия. Глимер Кейп забирает Кристал Мэйден. Наверное, самый лучший артефакт, который ей вообще можно собрать. Нет, ну, понятное дело, есть пожестче артефакты. Но я имею в виду, когда это саппорт пятой позиции. Тут она именно саппорт пятой позиции. Потому что Виспу вещи гораздо более важны. Ну, опять же, подхил какой-то. Хотя он тоже хочет собрать себе Глимер. Я уже привыкла по стандарту, что как раз Висп один из немногих персонажей, к которому достаточно часто до сих пор продолжают собирать Мекку. То есть таких персонажей, на самом деле, уже остались единицы. В какой-то момент Мека соотношение цена и качество, на мой взгляд, сейчас не очень рационально осмотрится. В плане, наверное, стоит этот артефакт чуть-чуть апгрейдить, как вам кажется. Почему бы и не забрать Рошана? Вот, а лакайте, минус армор, адвенжифул спирит, аура. Поэтому Рошан у нас падать будет очень-очень даже быстро. Еще крип под доминатора Венглитс может протачить. Ну и пошли ракетки Флопер. Надо влетать именно его. Флопер готовится. Будет летать или нет? Будет летать или нет? Потому что от этого очень многое зависит. Ну, Рошана отдали. А влетать уже и драться 5 на 6. Уже в численном преимуществе вражеские команды не очень хочется. Соответственно, стоит захолдиться, постараться как-то держаться более аккуратно, подформить своему кей-герое какие-то вещи. Пока, кстати, по вещам у Синг-Синга на самом-то деле не так все плохо. У него имеется мотостайл, у него имеется драгонлесс. Когда появится БКБ, он сможет вполне драться и быть полезным. Но до БКБ надо подождать. Потому что, как я уже отмечала ранее, у Продоты слишком много дизейблов. И Террор Блейду дать Сандер крайне сложно. Просто крайне сложно. Аегис, кстати, собрала себе Ванжи Фул Спирит. Цепляет Клакверка. Санстрайк минус Клакверк за считанные секунды. Не знаю, как-то он тоже достаточно далековато шел. Команда была совсем не в позиции. Не были готовы драться. Но, то есть, никого не было. Блокер. Аганим. Даггер. Следующим артефактом, я думаю, что будет какой-нибудь Акторим. Возможно, не какой-нибудь. Типанули Веспа. Смапотмайнер успеет. Разбирает его за считанные секунды. Ну, теперь от сноса тавера их никто не остановит. Нет Клакверка, нет Веспа. Пойдут ли их на ХГ? Вообще, могут. Могут. Но, не лучше ли в какой-то момент пойти все внешние этого раза брать? Хотя, имея Аегис и под Лакрити, в принципе, можно хотя бы там на Глиф развести. Чтобы не было Клакверка. И да и Веспа опасно драться. Ну вот. Немножко побили. Но все-таки решили отступить. Шрайн пока забрать нельзя. По ботам, скорее всего, пойдут. Это, наверное, самое оптимальное в данном случае решение. Пойти по бот по нижней линии. Снести тавер. Денежки для саппортов там какие-то. Возможно, Огрмак. Тоже какой-нибудь Владимир. Либо что-то в таком дуге. Но в данном случае он форстаф на команду собирает. Вообще, мне на Венге, если она уж как-то кэри здесь используется, нравится Драгон Лэнс. Почему? Потому что у Венге рейндж атаки не самые приятные. А именно она будет здесь наносить урон. И по товарам это смотрится так себе. Особенно Драгон Лэнс здесь пригодится, когда дальше его заапгрейдят в Уэлдпику. Против того же Клакверка с его уколами. То есть, это еще один вариант для того, чтобы быть более мобильным. Он опять нацепляет Клакверка. Этот Лотар просто подошел. Подошел Гартер в данном случае. И станчик. Ну и минус Клакверк. Еще на 40 секунд. То есть, еще один Тавр, за который команда Бин Бойс просто теперь не способна драться. Сказать, что Клакверк виноват? На самом деле нет. Виноват тот, кто не поставил сентри. Да и неплохо было бы, чтобы стояли за этим самым Клакверком. Пытается спидпушить. Майл появляется в Амберспире там. Ой, опять же Кентавр прыгает. Слапается Винггас. Кентавр... Как-то она не добила. Я этот Майл... Ага. Да нет. Против Бримера не было. Решили отойти. Хотя... Сейчас надо, может быть, драться. Пропустила этот момент, если честно. Если быть откровенной. Летают ракетки. Надо отпушить линии и идти по топу. Здесь как раз линия пропушена очень далеко. Соответственно, подфармит кто-нибудь еще лес вражеский. Например, Кентавр. Кентавр у нас имеется. Блинк, имеется Форстаф. В общем, в этой игре Чижера смотрится гораздо лучше. Последние игры... Ну, там, на самом деле, даже не в Чижике дело было. А конкретно в команде. Когда они отыгрывали... Вот, начало хорошо играли, а потом сдавались. При том, как даже имея большое преимущество в начале. Большое, это около 15 тысяч. Согласитесь? Тут такие цифры, которые не так-то сложно и проиграть. Ну, это, конечно, утрирует. Но, тем не менее. Нападение на Терроблейда. Огромное количество станов. Однако, висп. Тот самый момент с Трелокейтом. Будет ли пытаться сделать телепорт? Вообще, честно, как говорил НС, вот эту фишку, ту самую фишку с телепортом. Если в любом случае погибает, озвучивает, я даже не знаю, что. Так вот, про эту ту самую фишку с телепортом, когда во время, там, последние 3 секунды ты делаешь телепорт и сразу оказываешься на базе. Кстати, это самое интересное. Если у вас есть игрок, который играет на ВСП, он не умеет это делать, потратив 2 часа, в принципе, 2 часа это я говорю для себя. А я, извините меня, игрок среднего уровня, далеко не профессионального. То есть, для проигрока хватит часа для того, чтобы научиться эту фишку исполнять. У Винги уже нет Аегиса. Винга должна свапаться с кем-нибудь, чтобы жить. Свап с Огромагом. Беги отсюда, беги. Пошли с напиток кентавра, надо какой-то подхилдать. Неужели нет никакой? Ну вот, такой момент, который... Там, пошли у нас ракетки. Винга уже на базе отдыхает. Момент, который, ну не знаю, на мой взгляд, это очевидно. Ты идешь пушить с Vengeful Spirit. Это 25-ая минута матча. В данном случае, в этом патче, чуть попроще действия с Хэйграунда, благодаря всяким вот этим колодцам и так далее. И у вас нет никакого подхила. То есть, если Вингу парокоцали, на этом все, ваш куш останавливается. У вас нет ни... Ну, про Меку я молчу, про Владимир тоже ничего не говорит. Но урна, это такой артефакт, который... Ну не знаю, он вроде бы и стоит недорого, и дает он, на самом деле, очень много. Особенно, если у вас такое количество фрагов. Это так себе в решении. На самом деле, видимо, он просто не успел их теложить, потому что это стыль, но и имеется. Последний внешний тавер. Мы решили забрать про дота. А в это время охота за кентавром. Кентавр прожимает стампиды. Ну и догнать его в данном случае никак не получается. На релокейте ликитеть опасно, потому что здесь уже откатится блинг. У него также имеется форстаф. Ну и потратить релокейт, который можно потратить с большей пользой. Хотя бы на стампиды развели. Кентавр сейчас без стампидов. Ну, тут уж погибнет. Станчик, на самом-то деле, неплохой. Ну, просто был фулгауни, блинг-даги разбивали и забрали. Забрали кентавра. В сплите тут иллюзии. Террор-блейдам. Ну, приятно, что заебись сейчас дает чуть-чуть золота. Плюс 21, что так 4 людей убил и практически 100 голды имеешь. 14, 27, 27-ая минута. По графикам ситуация у нас следующая. Вот уже продостов впереди примерно на 13 тысяч. Для 28-ой минуты это очень неплохие, на самом-то деле, показатели. Что по экспириенсу это около 12, что по золоту чуть-чуть меньше. Вот, возле, около 11 тысяч, да. Соответственно, у них есть хорошие айтемы для того, чтобы зайти на ХГ. Хороший пик для этого дела. Ну, даже пик мидгейма, для того, чтобы, кстати, БКБ еще появился у Винги. Будут ждать Рошана, а потом уже будут заходить. Ну, тут, в принципе, чьи виды. А в это время Эмбер Спирит, однако Эмбер Спирит уходит на Риминат. Торт на боте снесли. Теперь можно и шрайны разрушить. Разобрались со вторым уже шрайном. Первый забрали, я вам показала. Смоки. Может, получится кого-то цепануть. Может и получится. Ракерами проверяют наличие Рошана. Клакверк. Да, Рошана у нас остается как раз буквально чуть-чуть. И для Продоты просто идеально сделать какой-то перед этим Рошаном фраг, чтобы даже не думали бинбойс идти и дефить этого Рошана. Ну, в Зеро Блэда имеется БКБ. Дальше Блинг Даггер. Что теперь он будет собирать? Ну, опять же, смотрится тут бабочка неплохо. Да, бабочка, я думаю. БКБ уже есть, бабочка мне нравится. Она очень многому статов дает. Такой артефакт. Скадим. Для статов тоже, ну да. Скадим можно. Какой Эмбра делам? Прямо. 18 левел, 5, 8, 6. Такой, знаете, предрошановый период, можно назвать это. То, что сейчас происходит. Это период времени в игре. Потому что, но сейчас появляется Рошан и знают об этом две команды. По крайней мере, одна знает наверняка, это команда про Дота. Команда. Бинбойс тоже знает, что это ракетный пускал как вверх. Соответственно, знает, что Рошан появился. И это будет драка. В смоках идут у нас Бинбойс. Готовится. Т5 Вангфул Спид. Ванга уходит у нас в лутар. Даже бы кому не потребовалось прожимать. Ну и все. Вот тебе и смоки, которые прошли полностью пустую. Вартаро заходит на Рошпи. Заходит инвокер. Вот крайне слишком удачные. Однако здесь подставился Эмбер Спирит. Ну, это просто супер неудачно. Получится хотя бы Кентавра забрать. Кентавр подрубает стампиды. Эмбер Спирит делает байбэк. Возвращается. Уже было потратено 2 имена. Ну как же так? Огромага там забрали. А дальше что? Что делать? Огромаг делает байбэк. Надо постараться добить виспа. Виспа добивает. Однако инвокер отправляется в таверну. Размен пока 2-2. Байбэк от Эмбера. Байбэк от Огромага. Байбэк от инвокера. Какое количество байбэков. Ну, Рубику тут никуда уже уйти не получится. За место у нас разделился. Промахивается кушетом к вверх. Рассказ от инвокера. Свап от Венжифул Спирит. За фобус из Клакверка. Сделали это крайне быстро. Крайне неприятный момент, что Эмбер Спирита убили уже после того, как он байбэкнулся. И выживает в замесе только Синг Синг. Сейчас мы увидим Файтер Кап, который нам покажет, что сколько было всего произошло за эту драку. Еще и Клакверк делает байбэк. Потому что понимают, если не делать байбэк без Эмбер Спирита, я говорила уже, он после байбэка умер. Дефить в сторону будет крайне сложно. Хотя, с одной стороны, здесь нет хукшота. То есть, надо просто пытаться дефить ракетками. Банально дефить ракетками. Тавер упал. ГМП. Наперед. Разобраться с иллюзиями Тирофф Блейда. Клакверка. Толкнули. Поставил флоги. Ну как же, отхиливает его здесь виск. Ветра. Под Блэдмейлом. Тирофф Блейд. Ходит в БКБшке. Пытается уйти. В этот раз Клакверка попадает хукшотом. Клакверк. Простите, Кентабр прожимает стампиды. Получается отойти. А вот у Клакверка уже никуда отойти не получается. И он, опять же, также после Байбека. Теперь, возможно, даже стоит отойти. Потому что, посмотрите, подкотся на Ивенга. Подкотся на Кентавр. Забрать Рошана. Возможно, к Шрайну подхиляться и забрать Рошана. Это было бы идеально. И я думаю, что они сейчас примерно так поступят. Ну, это будет провал. Это будет провал, если убьют Тирофф Блейда. А, скорее всего... Ой, Сандер успел прожать. Кстати, на самом деле, на просто краполях он прожимает этот Сандер. Ну и, может, что-то и получится сделать. Поднимает Кристалл Мейден. Здесь Рубик. Ну, вдвоем просто дерутся. Просто друг другу опять замес растянулся. Однако получилось забрать Виспа. Однако погибает Венжи Фул Спирит. Венжи Фул Спирит неприятно, но не смертельно. Потому что здесь было очень... До этого потрачено очень большое количество байбеков. В итоге 2-2 у нас происходит... Проходит этот замес. Сейчас посмотрим в Файт Рекап. И говорит он о следующем. Денежку себе немножко так заработали. На самом деле, даже не немножко. Но успел террорублейт спастить ситуацию тем, что поражал Сандер. Если бы он не успел слабнуть с АХП, все бы закончилось очень печально. Продолжение следует... Продолжение следует... Какая стадия игры для команды Венбойс настала, что... Либо ты дерешься в пятером и выигрываешь замес, либо good game well played. Потому что тут Рошан. Если уже отдавать Рошана, здесь, ребята, там Венга так же байбек не тратила. Фикер, по-моему, не тратил, да? Реально просто посмотрим, что у нас по байбекам. Здесь еще нет. Не хватает 700 голды. Да, бабочку. Так, мы с вами и предполагали, что террорублейт захочет меня тратить в бак. У него как-то... Мы думали, не так-то много возможностей. Так, пошли стампиды. Под БКБ террорублейт на самом деле убил неплохо. Так, здесь замес растянулся. И убили Кристал Мейден. Кристал Мейден сделает байбек. Станчик от Кентавра. Надо успеть зафокусить террорублейта. Террорублейт убивает. Он без байбека. Ну и теперь уже замес, скорее всего, проиграет. Погибает будет флагберг. Цемка. Ой, тут... На самом деле, цемка там наносит дэмэджи. Ого-го, сколько. И получается забрать инвокера. Получается забрать Огромага. Кентавра также можно забирать. Создается Коги. Келлинг спри для Кенсела. Ну и в итоге террорублейта разменяли на троих героев команды Продота. А теперь-то и Рошана можно забрать. И все-таки вот то, о чем я говорила. Либо ты идешь и дерешься и выигрываешь. Либо на этом ГГ. И ребята это увидели. Подумали, да. Все-таки ГГ мы не хотим. Пойдем драться. Получилось. Хотя даже террорублейта забрали без... То есть не успел на самом деле СХП. Магигис достал Сэмбор Спиридал. Ну, камбакторим в любом случае. Помните, я вначале сказала, что Продота вначале делают все круто, а потом как будто теряются. Вот вам и прямое доказательство моих слов. Но, в принципе, по графикам они до сих пор ведут плотно. 15 тысяч это достаточно неплохое преимущество. Хотя оно было у них и 10 минут назад. То есть оно уже не увеличивается так сильно, как могло быть. И 10 тысяч по экспириенсу. Так, лакверт летает. Сюда делается релокейт, террорублейт вместе с виспом. Винга под БКБ и лотаром просто отсюда убегает. Ничего, никакой спануть не получается. Эмбор Спирид получает станчик. Сейчас станут венги. Надо избивать его с руки. Однако рядом террорублейт находятся. И все-таки Аегис теряют. Притом на робом месте. Ну, особо ничего на него не было потрачено. Сами попробуют идти на ХГ, как думаете? Либо подхиляются. Ну, с одной стороны, до Кукшота остается буквально пару секунд. С другой стороны, нет релокейта. Сюда Эмбор Спирид с гемом. Следующий артефакт он убирает для себя именно Блэккен Барб. Такое количество контроля хочется и выйдет. Ну, опять же, в Вингу он будет и выйдет с помощью БКБ. Ну, свап это дело техники. Рубик. Рубика тоже. Инвокера, куча спилов. Огрмаки. Ну, короче, БКБ здесь мастхайв для него. Хотя, честно, очень редко на Эмбере собирают этот артефакт, потому что у него щит есть, он такой регенец и так далее. По докторинам. Ну, опять же, нет. Нет. БКБ. БКБ выбор Эмбера. И в данном случае я с ним полностью согласна. Тридцать девять минут матча. А Винга еще не смогла заплачивать. Тут, как ни крутила, это более жесткий. Притом, гораздо более жесткий. Я уже говорю... Я уже не хочу говорить о Эмбер Спирите с тремя рапирами, но он тут еще и террубейт так-то есть. Все-таки он со мной согласился. Решил... Нет, тут для Винги мы тоже... Саша Яша. Как вам сейчас Саша Яша как артефакт? В последнее время она встречается крайне редко. И это и персонаж для мидгейма, и артефакт в целом для мидгейма. То есть в ЛАТИ гораздо более полезные артефакты имеются. И, честно говоря, все же мне в данном случае Пика нравилась больше. По многим параметрам. Для мобильности, для свапа, для того, чтобы выталкивать себя из-под когов-клоперка. А статов тоже много дает. Ну, в данном случае игра еще может длиться очень долго. Во-первых, и одна, и вторая сторона боятся теперь что-то делать. Им нужна какая-то уверенность. Возможно, пойти в смоках сделать минус один. Либо второй вариант. Это ждать появления Рошаны и разбираться возле него. Ну, и третий вариант. Это все-таки рискнуть и пойти заканчивать. Потому что про дота, я думаю, что совсем не против таким вещами заниматься. Кстати, в Ваншфилл Спирит выбирает у нас МКБ. Разумеется, мы уже отмечали Баттерфляй у Террон Блэйда. МКБ появляется у Террон Блэйда. 2000 сверху. Интересно, будет ли он... Не знаю, что-нибудь менять здесь. Что здесь можно грейдить? Пауэр 30 до... Травулов. Моншарт, наверное, скушать он еще точно не скушал. Там уже подумать. БКБ, Монтаста, Бабочка, все нужно. Пика тоже нужна. Даггер. Без даггера. Сложно, но можно. Потому что сейчас уже будет такой, скажем так, момент, когда статы могут играть важнейшую роль. Эмбер Спирит находит у нас Кентавра. Однако атаковать его достаточно сложно. Потому что рядом находится вся команда. Соответственно, это просто погибли была бы для него. Эмбер. Мы уже практически с БКБ. Ну и боятся. И одни, и вторые просто тянут время сейчас. Тянут время для... Либо для Рошана. Либо просто ждут, пока кто-то из врагов ошибется. Не знаю, кто-то может ошибиться, но как бы не ошиблись про дота, которые все-таки должны понимать, что артефакты те, которые они собирали, героев те, которых они брали, не способны выиграть флытия у этих персонажей. Но это слишком жестко. Это потом начнется сплит с Террор Блэйдом и Веспом. И куда-то уйти будет вообще очень опасно, если там какая-то линия подпушена. Ну вот, наконец-то, про дота со мной. Согласна. Они спорят с Маким. Вперед идет Кентавр. Потому что у него форс, даггер и стопиды для инициации. Есть все, что необходимо для настоящего мужественного Кентавра. Вперед. Летают ракетки. В алтаре находится Венжи Фул Спирит. Однако, тут они все так просто. Битпоезд просто стоят на базе и говорят, мы, ребята, понимаем, что мы делаем, но у нас тут своя система. Но пока она работает, а почему бы и нет? Все живы. То есть, в любом случае, они заманивают на ХГ. С ХГ всегда проще драться. Особенно с появлением приколоцов. Релокейт. Здесь для того, чтобы просто забрать тавер. Точнее, попробовать это сделать. Даже без самого, в принципе, главного терролбейда. Он просто отправил иллюзии, чтобы не подставляться. Перетянуть, опять же, ребят. И дать больше пространства в своей команде. Отпушить линии. Отпушить линии. Поэтому, Тавар Шива, Аганим Пайп. Гост имеется в Кост Форстафф, КВМ она Огрмагия. Здесь уже просто 6 слотов. Даггер, БКБ, Аганим, Хекс, Акторин, Травала, Рубик. Рубик даже уже с Аганимом. Аганим, Даггер и Форестал.